Всем привет! Меня зовут Сергей Бубович и вы находитесь на канале Ментал ТВ. Сегодня в выпуске я хотел бы поделиться с вами информацией, которая поможет избежать многих ошибок при поимке лжеца и тем самым поможет делать правильные шаги в интерпретации лжи. Разоблачать ложь другого это, конечно, здорово, ну и неплохо было бы не обманывать самих себя. Сколько раз вы обещали себе отложить деньги на важную для вас покупку, но тратили не на то, что нужно. Мне самому порой тяжело следить за финансами, поэтому мне просто жизненно необходимо грамотно распоряжаться своими средствами. Хочу поделиться с вами приложением CoinKeeper, самый популярный сервис по учету расходов. Интерфейс просто понятен, легко фиксирует все онлайн и оффлайн затраты, привязывает все банковские карты в один сервис, синхронизируется с веб-версией и надежно шифрует ваши данные. Сервис поможет грамотно отслеживать и анализировать каждый рубль и понять, на чем сэкономить, не меняя качество жизни. Накопить на все свои цели становится простой задачей. В премиум-версии можно создать сколько угодно категорий расходов, смотреть расширенные отчеты. Позволяет вести заметки с напоминаниями прямо в категориях. Долги больше не нужно запоминать, приложение напомнит вам. Очень советую CoinKeeper. Для моей аудитории сейчас действует скидка на вечный премиум в 67%. Ее можно активировать только на сайте CoinKeeper по ссылке в описании. Поэтому переходите по ссылке в описании и займитесь финансовым суммом. Начнем с того, что выявление лжи – это не поиск определенного жеста, а умозаключение о поведении человека, которое мы составляем на основе собранных нами наблюдений. Поиск противоречий, отклонения от базовой линии, реакции на вопросы. Многие чувствуют ложь на интуитивном уровне, и чем больше опыт общения, тем больше вероятность на подсознательном уровне определять ложь. Пока дело не доходит до более сложного процесса, с которым приходится сталкиваться. И важно не попасться на определенные стереотипы и субъективные заключения. Первое заблуждение, что ложь – это всегда стресс. Многие ошибочно полагают, что если у человека мы наблюдаем признаки стресса, то он обязательно лжет. На львовском, ну, не помню точно, с кем разговаривала. Вот, то есть... Вдох, наполнение легкими воздуха, облизывание губ, сглатывание слюны, поджатые губы – это признаки стресса и беспокойства. Да, такое может быть, и даже очень часто встречается, но с уверенностью заявлять о лжи будет неверно, и тогда эти наблюдения ничем не будут отличаться от результатов обычного полиграфа. И если человек вел себя спокойно, но на интересующих нас вопросах стал заметно волноваться, мы наблюдаем активизацию вегетативной нервной системы, жесты-адаптеры, манипуляторы, повышенная двигательная активность, то максимум, что мы можем предположить, это его высокой эмоциональной взволнованности человека по этой теме, либо данный момент времени. Двойное почесывание носа и поправление очков выступает как попытка адаптироваться к переживаемой ситуации и снять стресс. Во время этих слов резко повышается количество прикосновений к лицу и к носу, жесты-манипуляторы, жесты, которые направлены на успокоение нервной системы и признак нервозности. Стресс мог возникнуть от чего угодно, но если заострить внимание на конкретном вопросе, проводить точную вставку, выполнять речевые и эмоциональные провокации, то есть своего рода создавать конкретную стратегию общения, чтобы узнать причину этого стресса, наблюдать за несоответственными языке тела, противоречиях, формулировках, уходов от вопросов, то только после этого мы можем делать точные выводы. Так, например, при анализе человека по видео, если мы наблюдаем признаки стресса на определенном вопросе, делать окончательный вывод о том, что человек лжет, абсолютно неверно. А подобным вопросом к признакам стресса также является количество произносимых слов. В те вопросы, которые не вызывали тревоги или повода забеспокоиться, он отвечал довольно развернуто. Тем интервью Дудяи хороши, что он сыплет гостя вопросами, где-то ставит их в неловкое положение, приводит факты, создает речевые провокации. И с этим материалом получаем гораздо выше вероятность чтения человека. И информативность повышается, после чего можно делать выводы о ложности или правдивости ответов. Если нет возможности общаться с человеком лично, и вы хотите узнать правду, то такие интервью просто превосходный материал для анализа и более точных выводов. Никита Сергеевич, а почему нельзя было быть ни с тем, ни с другим? Почему нельзя было просто снимать кино и пропустить эти выборы, раз одно зло воюет с другим? Ну это же есть абсолютно разные характеры. Я думаю, что Корней Чуковский, наверное, пропустил бы, а мой отец не пропустил бы, потому что я существую в этом обществе и так или иначе надеюсь влиять на него, потому что оно влияет на меня. Калчаку приписывают фразу «Не трогайте артистов, проституток и кучеров. Они служат любой власти». Колчак был прав? Ну, наверное. И не стоит забывать, что бывают люди, для которых ложь в удовольствие. И в случае осознания безнаказанности за свои действия они не будут испытывать никакого стресса. Могут ли глаза говорить о лжи? Вверх – вправо формирование визуальных образов, вправо вниз – эмоции и телесные ощущения? Ну вы серьезно? Неужели до сих пор этот метод, взятый из НЛП, может у кого-то работать? Я снял целых два выпуска на эту тему, где привел ссылки на научные данные о том, что теория направления взгляда – это пустышка. Сторонники данного направления считают, что по тому, куда человек направит свой взгляд при ответе на тот или иной вопрос, можно сказать, лжет он или нет. Однако нужно знать, что на практике не существует экспериментальных подтверждений этой версии. Поэтому этой теории не стоит безоговорочно доверять. Есть одна работа, которая называется «Особенности глазодвигательных реакций человека при истинной и ложной информации», в ходе которой были приведены исследования системы движений глаз, числа актов моргания, величины зрачков, ситуация, когда человек произносит истинную либо ложную информацию. Даже на моих курсах участники проводили самостоятельные исследования, в ходе которых метод не давал точные показания. Взгляд может дополнять эмоции, но никак не мысли, визуальные или аудиальные ощущения. Все, хватит. Но значит ли это, что глаза не помогут в определении лжи? Научные исследования не дают объективных признаков обмана, которые могут быть связаны со зрительным контактом или направлением взгляда. Но нужно понимать, что обман в голове у человека создают определенные когнитивные нагрузки, которые организм и без того трудно переживает. Это может проявляться в невербальных сигналах тела, в том числе и глазах. Так, взгляд может сопровождать такие эмоции, как стыд и вина, направлением взгляда вниз или уводом в сторону. Что там было? Я понимаю, что все сейчас в двух словах не сказать. СИЗО. Как бы, что больше всего? Тревожность также может сопровождаться взглядом в сторону и повышением амплитуды движения глаз. То, что сделали со мной за эти три года, тоже невозможно описать на словах. Меня... Со мной делали все, что только возможно. К этому приложили огромные усилия, чтобы меня сломать. Также для снятия дополнительных когнитивных нагрузок, когда нам нужно сконцентрироваться на том, что сказать или понять сказанное другими, мы можем переводить взгляд на другие объекты вокруг, которые не будут нас напрягать, например, ручка, книга или стол. Поэтому, если грамотно использовать эти наблюдения в контексте и в совокупности с другими сигналами, эта информация поможет нам для определения лжи. Протоколы допросов понятых, которые являются друзьями наследователя. Сигнал по одному жесту. Популярная ошибка одних придавать значение жесту или выражению лица точное значение без стимула, а популярная ошибка других считать, что жестом можно приписать любое значение. Два противоречащих друг другу вывода, который путает неопытного наблюдателя. Давайте разбираться. Как я говорил в первом выпуске «Формула лжи», после выявления базовой линии задайте стимулы, только потом отслеживайте реакцию человека на него. Без стимула, например, без вопроса, если у человека монолог, у него мы наблюдаем определенную реакцию, она действительно может значить что угодно. Мы же не знаем, о чем он подумал в этот момент. «Взялся крутить кольцо на пальце» это изолирующий сигнал, который говорит о напряжении или нервозности. И такие выводы не будут практически ничем отличаться от гадания. Да, мы можем определить состояние или эмоцию, но по какой причине она возникла, уж тем более соврал он или нет, маловероятно. Но вот если мы наблюдаем эту реакцию после стимула, то вероятность точных выводов повышается. Например, человек начинает проявлять невербальные признаки беспокойства, после того, как ему задали стрессы в вопрос или кто-то зашел в помещение или услышал какую-то историю, то мы определенно свяжем это с конкретной ситуацией. И в таком случае значение того или иного сигнала будет иметь конкретное и определенное значение. А почему нельзя было быть ни за Зюганова, ни за Ельцина? Бля! Но для более точного вывода стоит знать о природе каждого движения телом, а не выдумывать это на ходу. Всегда отслеживайте реакцию только после стимула и учитывайте контекст, в котором находится человек. Надеюсь, эти пункты помогут вам избавиться от определенных стереотипов в своей голове и улучшат навыки в определении лжи. Запоминайте, проверяйте и практикуйте. С вами был Сергей Бубович, канал Ментал ТВ. Наблюдайте за людьми, чтобы не оставаться в руках. Скоро увидимся.